Добрейшее утро, уважаемые телезрители! Как я вам и обещала, самый последний гость расскажет нам о здоровом и полезном, и, естественно, вкусном. В гостях у нас Канемед Джанишев, шеф-повар, основатель кулинарной студии Zaytun, амбассадор Herbalife Nutrition. Доброе утро! Добро пожаловать! Спасибо, что пригласили. Ну, что ж, рассказывайте, что мы сегодня будем готовить? Ну, начнём мы давайте с завтрака, потому что я тоже не завтракал. Вот сделаем смузи, лёгкое такое смузи для поднятия, можно сказать, аппетита, иммунитета и так далее. И, конечно же, настроения. Отлично! Что входит в состав нашего смузи и почему именно эти ингредиенты? В целом смузи может быть разнообразным, могут готовить по разным способам. Да. Если вы, как видите, у нас сегодня банан, огурец, яблоко и вот зелень. Можете использовать любую зелень. Также я добавил лимон, вот, чтобы взбодрили, да? Ну, лимон для тонуса действительно, да, хороший вариант на самом деле. Как часто можно пить такой смузи? Ну, в принципе, можно каждый день употреблять, да, но можно чередовать через день и так далее. Вот. Но самое главное, чтобы овощи были такими свежими. Можно готовить, конечно, не только из овощей и фруктов, но и из зелени. Угу. Прекрасно. У меня такой вопрос. Прежде чем мы начнём, вообще, почему вы выбрали именно этот зелень. Как-то получилось, что вы в таком молодом возрасте являетесь шеф-поваром? Ну, как говорится, опыт, оказывается, самый главный опыт, вот, опыт решает всё. Большинство, я в многих заведениях стажировался, когда я, будучи, поступил на повара. И тогда понял, что хочу двигаться в этой сфере. Что вам нравится готовить? По какой части вы больше специализируетесь? Я в определённом направлении не специализируюсь, так как я такой универсальный, многогранный. Отлично. Вот, и, как говорится, тут и там. Так что я могу приготовить любую кухню практически, вот, и таких поваров называют повар-универсал. Отлично. Ну, Канимет, а что вам самому нравится? Какая кухня? И ещё такой вопрос вместе с этим. Что вам не нравится вот готовить? Не любите вы это готовить? Потому что, может быть, сложно вам это даётся? Или очень запарно, скажем так? Ну, я в первую очередь, конечно, люблю нашу кухню, вот, мясо. Прекрасно. Ну, употребляю не так часто, потому что, как говорится, что это тоже вредно, то есть много мяса, да, нужно в норме употреблять, чтобы вот быть таким устроенным, да. Но мясо, конечно, рацион должен сходить, потому что многие, вот сейчас, основная молодёжь, не кушают мясо, не кушают жир и так далее, да? Есть такое. Вот. Что я больше всего люблю готовить? Ну, опять же, не выбираю, что под рукой, какие продукты есть, я из них и придумаю, готовлю и так далее. Второй вопрос ваш, который я, что не люблю готовить или что не люблю делать, это вот, в основном, чистить овощи, вот, в основном я передаю это тому человеку, который рядом находит, это иногда супруги, иногда помощники, ученики, то есть вот такой момент. В целом так. Знаете, вот такой хитрый манёвр у поваров, хочу отметить, то, что все повара не любят подготовку к готовке и просто процесс самым интересен. Вот бывает такое, что кто-то дома, особенно мужчины так любят делать, я так поняла, решат приготовить что-нибудь. И такое круто, всё приготовят, всё сделают сами, там, а потом дальше. Почисти это, принеси то, сделай это, и, естественно, самому исполнителю, повару, кому угодно, а остаётся только всё это красиво положить, приготовить, посолить. Да, согласен, согласен. Дальше, что несправедливо я вам скажу. Ну, вот дома, когда мы готовим, мы живём втроём, это моя сётёнка, жена, я, вот, когда мы по очереди готовим, вот, я, например, когда приготовил, я там посуду не мою, да, вот, или там, не знаю, жена что-то приготовила, я там помогу чем-то, да. Ой, прекрасно. В целом так, ну, чередуем так же. Ну, то, что вы вообще дома помогаете, готовите и делаете другую работу, это вообще прекрасно, поощрительно, мне кажется, все женщины поблагодарили вас за это. Вообще, нравится ли вам готовить дома? Что вы обычно готовите? Ну, я стараюсь дома, когда, ну, редко бываем дома, можно сказать, мы 24 на 7 на работе, у нас нету выходных, можно сказать, с понедельника по пятницу обучаем, по выходным мы на банкетах, на выездах. Вот, дома редко готовим, бывает, что часто мы в заведениях кушаем, я, большинство я там оцениваю, там, хожу по заведению, смотрю, что они готовят, как готовят, вот, в целом. Если возьмем дома, дома я готовлю редко, но метко. Запоминают, да, так на всю жизнь, да, говорят, ой, помнишь, ты там месяц назад вот это готовил, типа, приготовь опять, да? Вот, ну, готовлю дома редко, честно. Но, тем не менее, готовите что-то необычное, часто ли просят родственники, вообще знакомые вас что-нибудь приготовить? Можно ли вас, кстати, позвать на какие-то мероприятия, чтобы вы составили меню свое, приготовили что-нибудь? Да, конечно, часто обращаются, так как я специализируюсь на таком моменте, что накрываю такие праздничные столы, помогаю домохозяйкам, можно сказать, да, которые нас приглашают. Потому что в большом количестве они все-таки не успевают, вот, и работа в целом повара, она тяжелая. Тяжелая в том плане, что это, во-первых, нужно таскать продукты, да, это, во-первых. Второе, во-вторых, это чистить все, да, там, заготавливать. И в целом процесс вот этой готовки и, ну, самый такой момент, что ты стоишь на ногах практически весь день. Да, достаточно тяжело, на самом деле. Именно вот, мне кажется, самое сложное в работе это стоять. Сколько не спрашивал поваров, они такие, мы стоим у плиты очень долго. Да. Вы также сказали, что обучаетесь с понедельника по пятницу, расскажите об этой деятельности. Какая-то, есть же песня такая, с понедельника по пятницу, да. Мы, ну как, в основном курсы провожу я сам, так как я это понял в конце девятнадцатого года, что я могу уже делиться своим опытом, да, рассказывать, говорить. И сейчас вот в основном хорошие повара, это те повара, которые умеют разговаривать, да, говорить с людьми. Сейчас, да. Вот, и я себя нашёл в этом деле, рассказываю, показываю, делюсь опытом. И вот в целом так. В большинство приходят у нас, ну, я делю на три категории. Это вот домохозяйки, которые хотят для себя научиться. Да. И вторая категория, это те люди, которые хотят научиться и плюс на этом зарабатывать, в дальнейшем там работать, да. И третья категория, это те люди, которые хотят просто прийти за атмосферу и чтобы там что-нибудь попробовать то, что я приготовил, да. Ну, в целом за атмосферу. Вот. И вот с понедельника по пятницу мы проводим мастер-кассы, так что любой желающий может прийти, поучаствовать. Прекрасно. Да. Я думаю, мы с вами тогда уже начнём, потому что все уже заждались, когда же мы начнём этот процесс. Что нужно делать, Канемед? Ну, во-первых, вам нужно собрать такую тарелочку из таких питательных, полезных продуктов, вот, в целом. Первым делом мы зальём половину водичка. Так, передаю вам её. Да. Можно заменить на кефир 1%, там, в целом, да, на любую жидкость. Вот. Примерно полстакана. Да, по нужде будем добавлять ещё. Сок лимона добавим, ну, желательно, чтобы без косточек было, смотрите, то косточка будут потом мешать, ну, дадут коричь такую. Понятненько. Лимонная кислота, она нам важна, она нам нужна, как бы, да. Отчищу сегодня за вас, поскольку вам это не нравится. Да, бананы можем закидать. Пожалуйста. Приблизительно мы готовим с вами на 3-4 порции, так что один банан в целом хватит. И далее можем добавить яблоко, буквально пару штук. Значит, и получится угостить и редакцию, в принципе. Конечно. Прекрасно. Как же без этого. Так, добавим огурчики. Огурчики такие. В принципе, тоже один большой огурец. Да, в принципе, хватит. По нужде опять же добавим. Смотрим на густоту. Кто хочет, может сделать... Куча или наоборот. Да. Отлично. И любую зелень. Например, у меня микрозелень. Микрозелень называется горох. Вот. Из гороха он проросший такой. Очень полезный. Микрозелень полезнее, чем та зелень, которая уже проросла. Почему? Ну, когда он маленький, у него очень много витаминов, чтобы он дальше рос. В концентрации витаминов. Да. И тут, получается, он растёт, все витамины отдаёт, вырос, и как бы там меньше витаминов. А когда он такой маленький, да, из-за этого и микрозелень. Вот. И пробиваем через... Да, давайте начнём. Да. Так. Так. Так, смотрим густоту. Так, довольно густая она получилась. Добавим ещё в воду. Да. Вот. И при покупке блендера не жалейте денег. Чем дешевле купите, она быстрее там сломается, да? Так что... Кстати, да, бывает погружной блендер и вот такой, который сам... То есть функцией его является только именно как блендер он работает. Есть ещё три в одном, там четыре в одном. Что лучше? Ну, допустим, если возьмём погружной блендер, он универсальный. То есть его можно с собой таскать куда-то, да? А с ним вот нужно прям сумочкой ходить. И вот в целом так. А так у них функции одинаковые практически. Вот в целом. Отлично. Давайте продолжим. И последний раз. Всё. Смузи у нас готово. Занимает буквально там максимум пять минут. Максимум пять минут. И вот такой классный, полезный продукт у нас готов. Можем его употреблять. Ой, прекрасно. Давайте. Не откажусь. Какой звук, да? АСМР. Да, вот хотелось сказать АСМР. Очень круто. Мне кажется, возможно, только для этого нужно их делать. Потому что некоторые очень любят, допустим, сейчас снимать, да, быть свой. И очень интересно, когда ты закладываешь фрукты. Вот обожаю такие видео, которые потом вдохновляют на полезные завтраки. Надеюсь, дорогие зрители, мы тоже смогли это сделать. Поэтому, как я отмечаю, всегда, 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 всегда завтракайте. Потому что это, возможно, один из самых ваших основных рационов, то есть основных приёмов пищи. Я думаю, Аканемед, мы с вами попробуем. Дорогие телезрители, у нас в гостях Аканемед Джанишев, шеф-повар, основатель кулинарной студии Зайтун и амбассадор Гербалайф Нутришн. Ну, а мы вам, естественно, желаем хорошего здоровья и Аканемед. Я думаю, слово вам, свободный микрофон. Ну, что хочу пожелать. Во-первых, спасибо вашей редакции, пусть она процветает, спасибо, что пригласили. Желаю нашему народу процветания, здоровья. Пусть этот 2023 год будет годом спорта, можно сказать, здоровья. Берегите себя, питайтесь правильно и больше знаний тоже. Спасибо вам огромное, дорогие телезрители. Самое главное, чтобы в ваших стаканах было всегда что-то полезное. Редактор субтитров А.Семкин